В настоящее время около 15% населения составляют лица пожилого и старческого возраста. В ближайшие десятилетия их численность значительно возрастет. Термин «деменция» — «слабоумие» — широко используют для обозначения состояний, характеризующихся в первую очередь значительными нарушениями памяти. Деменция выявляется у каждого десятого среди лиц старше 65 лет и у каждого четвертого старше 80. Лечение и уход за подобными больными требуют больших материальных затрат. Эффективность лечения нередко весьма низка. Поэтому проблема деменции является весьма актуальной. Внимание исследователей и врачей привлекает изучение патоморфологических, нейрохимических, нейропсихиатрических и нейропсихологических аспектов деменции. Деменция — приобретенная вследствие органического заболевания нервной системы, нарушения памяти и других высших психических функций, способности к абстрагированию, гнозиса, речи, праксиса, приводящие к дезадаптации. Деменция Среди других причин можно отметить нормотензивную гидроцефалию 6%. Опухоли головного мозга являются причиной 5% деменции. Болезнь Паркинсона — 1-2%. Дисметаболическая энцефалопатия служит причиной примерно 5-7% деменций. При своевременной и адекватной терапии до 5% всех деменций обратимы. Поражению базального ядра Мейнарда и дефекту ацетилхолинергической системы придают большое значение в патогенезе болезни Альцгеймера. Ядро Мейнарда считают источником обширной ацетилхолинергической иннервации коры головного мозга. Патологические изменения затрагивают, хоть и в меньшей степени, другие нейротрансмиттерные системы. Дофаминергическую, серотонинергическую, норадронергическую. Макроскопическое проявление болезни Альцгеймера — церебральная атрофия, которая проявляет себя, в частности, расширением борозд полушарий головного мозга. Макроскопическое проявление Где вы находитесь, вы знаете, что это за учреждение? Вот, где нахожусь, я особо не знаю. Ну, а все же. А за мной муж ездит. Ну, как называется это учреждение? Клиника. Какая? Института. Какого института? Вот этих, как называются они у вас? Вот этих. Вот сказать не могу, как, как. А адрес хотя бы примерный? Знаю, он меня возле Таганки сажу. А вот если бы вы сами поехали, вы бы не добрались? Я не езжу одну. А почему вы не ездите? А потому что я боюсь, за мной сыновья приезжают, или же я вот буду звонить, и за мной приедет муж. То есть одна вы никуда не выходите из-за того, что можете потеряться, так? Ну, у дороги уже знают, и эти дороги. А вот подальше, и в метро я вообще не могу войти. Я не знаю. При болезни Альцгеймера неврологическая симптоматика скудна. Как вы видели, на первый план выступают грубые нарушения выше психических функций, из-за чего больные на развитых стадиях заболевания зависят от посторонней помощи. Нередки нарушения пространственного гнозиса. Галина Ивановна, я вас попрошу запомнить несколько слов. Запоминайте. Холод, рама, книга. Холод, рама, а третье уже? Книга. Книга. Запомнили? Да. Голод или холод? Холод, рама, книга. Холод, рама, книга. Запомните еще три слова. Гость, риск, дождь. Гость, риск, а третье какое? Дождь. Дождь. Запомнили? Все шесть я не скажу. Ну давайте, на все же какие слова-то я вам давал, Галина? Дождь. Все. Ну хотя бы одно вспомните. Все. У больной грубо снижена память. Далее обратите внимание на характерные нарушения счета и праксиса. Галина Ивановна, я вас попрошу попытаться такую операцию арифметическую сделать. От 100 отнимать по 7. Так. 93 отнять 7. 86. Так. Потом. 86 отнять 7. Будет 79. Дальше. 72. 72. Нет. 7. Значит, вот я на этом, тот раз на 80, а сейчас на 70 засела. Галина Ивановна, мы сейчас с вами сделаем несколько проб. И вы должны повторить. Ну давайте мы начнем с первого. Вот так. Вот посмотрите, как я делаю. Вот сделайте, пожалуйста, вот так. Вы одной или двумя руками? Двумя, сразу. Вот. Сейчас. Сейчас. Вот сейчас. Вот так. И вот так. Нет, Галина Ивановна, не Галина. Вот посмотрите, как. Одна рука сжимается, другая сжимается. А. Одна так, а эта так. Да. Потом так и так. Так. Быстрее. Так. 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 Давайте другую пробу сделаем, Галина Ивановна. Оставьте одну руку, вот так положите. Одну только. Посмотрите, три движения, которые я делаю. Давайте. Так. Потом. Четыре. Вот так. Так, вспоминай. Еще. То есть, не вот так. Нет. Вот так, вот так. Количественная обработка результатов электроэнцефалографии является весьма информативным методом. На экране электроэнцефалограмма здорового пожилого человека. По сравнению с нормой у больных с деменцией, нередко отмечается усиление медленно волновой биоэлектрической активности мозга. Важные значения в диагностике болезни Альцгеймера придают методам нейровизуализации, компьютерной рентгеновской и магнитно-резонансной томографии. На магнитно-резонансной томограмме у пациента с болезнью Альцгеймера выявляется расширение желудочковой системы головного мозга. Другим важным признаком церебральной атрофии при болезни Альцгеймера служит расширение субараханоидальных пространств вследствие уменьшения в объеме извилин коры. Характерным для этого заболевания является атрофия височных долей и гиппокампа, что хорошо видно на коронарных срезах. Причины сосудистой деменции множественные мелкоочаговые инфаркты, единичные крупноочаговые инсульты функционально значимых зонах головного мозга, артерииты, болезнь Бенгсвангера. Основные факторы риска – артериальная гипертензия, атеросклероз, церебральных артерий, болезни сердца. Патоморфологически сосудистая деменция характеризуется ишемическими очаговыми или диффузными изменениями в коре головного мозга и подлежащем белом веществе. Неврологическая симптоматика при сосудистой деменции в отличие от болезни Альцгеймера разнообразна и значительно. У этой больной сосудистой деменции грубо нарушена походка. Пациентка с посторонней помощью поднимается с кресла, шаг ее укорочен, отмечается неустойчивость и пошатывание. Значительно затруднены повороты. Мы видим пример так называемой апроксии, ходьбы или лобной атаксии. Кроме того, у больных сосудистой деменции могут быть пирамидные и экстрапирамидные нарушения, псевдобульбарный синдром, расстройство чувствительности, нарушение функций тазовых органов. Ирина Александровна, я вас попрошу руки поставить перед собой. Поднять руки, руки поднять перед собой. Так. И с закрытыми глазами попасть в кончик носа. Отмечается неуверенность и мимо попадание при выполнении пальцы носовой пробой. Ирина Александровна, так что вас беспокоит? Меня беспокоит то, что я забываю то, что было. И придумываю то, что не было, а мне кажется, что это было. Вы не помните, что было с вами утром? Ну, нет. Так я не могу вам сказать. Что-то такое было. Заболевание возникло у больной на фоне высокого артериального давления. Давление у меня очень часто поднималось. И очень часто я путала имена своих родственников, с кем я дорожила. Имена тех, с которых приходили ко мне. Часто с ними встречалась, но имена путала. Характерны колебания выраженности психических нарушений, как правило, обусловленные сердечно-сосудистыми расстройствами. Вы можете запутаться, скажем, в отделении? Конечно, могу. Без чужой помощи вы не сможете найти? А это как в каком состоянии я. Иногда могу. Вот. А иногда не получится. Приходится идти куда-нибудь. И заходить, спрашивать. Важное значение в диагностике деменции имеют нейропсихологические методы исследования. Посмотрите, как я делаю, Елена Александровна. Да. Подождите, посмотрите вначале. Посмотрите внимательно. Три движения. Вот так. Раз. Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ребро, ладонь. Ну, давайте попробуем. Кулак, ребро, ладонь. У больной динамическая апроксия. Далее обратите внимание на выполнение проб на память. Елена Александровна, запомните два слова. Гриб, труба. Да. Повторите их, пожалуйста. Гриб, труба. Еще раз. Гриб, труба. Запомните еще два слова. Да. Клин, зима. Клин, зима. Повторите их. Клин. Клин, зима. Зима. Еще раз. Клин, зима. Какие были первые два слова? Магнитно-резонансная томография выявляет двусторонние множественные ишемические очаги. При сосудистой деменции важное значение имеет нормализация артериального давления, лечение заболеваний сердца и сосудов. Для улучшения церебральной микроциркуляции используют дезагреганты, ацетилосалициловая кислота, пентоксифилен. При сосудистой деменции при болезни Альцгеймера применяют препараты из группы ноотропов, церебролизин и пироцетам, которые улучшают метаболические процессы в головном мозге. Изучается эффективность блокатора кальциевых каналов немодипина. Учитывая ацетилхоленергический дефицит, наблюдающийся при болезни Альцгеймера, для лечения этого заболевания предлагают метаболические предшественники ацетилхолина, ингибиторы ацетилхолинэстеразы, токрин и амиридин и агонисты мускариновых постсинаптических рецепторов. Деменция – это полиэтиологический синдром, и задачей врача является установление нозологического диагноза. Диагностика деменции в основном базируется на данных клинического исследования. Параклинические методы исследования имеют вспомогательное значение. Для замедления развития деменции и устранения ее в случае обратимых форм, продления самостоятельной бытовой и социальной активности больных, очень важна наиболее ранняя диагностика слабоумия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова